Доброе утро, дорогие друзья! Моё сегодняшнее утро начинается с того, что я хочу сейчас пожарить куриные котлетки. Я вчера вечером приготовила основу или фарш, перекрутила одну луковицу, пару зубочков чеснока и посолила, поперчила. Это куриная грудка. Помните еще, когда перед Новым годом я показывала в своем влоге, что была акция на куриную грудку и я тогда много купила ее, потому что у меня была скидка, ну или скидка, или как это назвать, что мне тогда дали промокод за то, что пятерочка накосячила и я прилично тогда возмещение получила за мой моральный ущерб, потому что неделю почти выбивала свои деньги, думала, что я уже с ними рассталась, с этими деньгами, но потом, как оказалось, все вернулось на круги своя и даже я была в плюсе, наверное, если не обращать внимание на то, что нервы тогда я себе потрепала. Вот и добавила сюда молочка немножко и добавила манку. Не помню, сказала, что все специи я сюда положила. Специи, конечно, по вкусу перемолола, так как у меня проблема с мясорубкой, я не знаю какая. У меня есть блендер и вот в этом блендере я перебила мяско, овощи, яйцо одно сюда еще добавила. Вот и сейчас вот обжарю и будет у меня завтрак. Ну что, первая партия готова. Когда я разложила или заложила котлетки, я сразу же накрыла крышкой, не показала это, но еще, наверное, не проснулась. Вот и у меня под крышкой вот это все жарилось или томилось. И в общем, я думаю, что это будут очень вкусные котлетки. Так, я думаю, что нужно масло немножко подлить подсолнечного, потому что маловато будет. Вот. У нас стало попрохладней. По крайней мере ночью я уже сегодня спала без кондиционера. Вот, вчера с вечера. Или, может быть, ветерок мне в окно дул. Хотя, как не посмотрю, вроде как на улице штиль. Последнее время то сумасшедший ветер у нас был, то вроде как штиль. Сейчас с утра открывала, я обычно просыпаюсь же рано и открываю на площадку дверь для того, чтобы вот этот стоящий воздух, который у меня в квартире. У меня же сквозняков нет от слова совсем, чтобы вытянуло этот воздух, который у меня в квартире. Ну и, скажем, ветерка нет, в принципе. Вот сегодня утром сквознячка не было. Когда сквознячок, хорошо, быстренько все протягивается и сразу прям облегчение. Вот. Ну, уже ночами опять стало прохладнее. То даже ночью 27 градусов показывала. А сегодня вот, например, 21. Ну вот, у меня получается на две сковороды, это получается 10 котлеток. Так. Теперь мне опять на неделю хватит на завтраки. Вот. Вот это слово. Вот да вот. Как с ним бороться, не знаю. Вроде бы как стараюсь себя контролировать, но оно почему-то все равно выскакивает. Иногда реже, иногда чаще. У вас есть слово «паразиты»? У меня какое-то слово «паразит» было еще, и я от него избавилась. Так. Ну вот, накрываю. Опять вот накрываю крышкой и пускай продолжает жариться и париться. В тенечке еще жить можно. Ну, все лавочки на солнце. Все лавочки на солнце. Хотела посидеть. Хоть в тенечке вдохнуть. Время сейчас 10 час. Вот. И я хочу сходить в аптеку. А потом зайду хлебушка куплю. Я-то вчера купила отрубной, да? Ну, хотелось бы вот этого вантовского купить и положить в морозилку. На всякий случай так хорошо, когда нет желания куда-то идти за хлебом с морозилки. Вытянув он как будто свежий. Вот. Штиль полнейший. Движения вообще никакого нет. Как всегда. Ну, хоть жара немножко стала спадать. 32. Второй день. На завтра вроде бы 30. Каждый день смотрю этот прогноз и думаю... Ой, ну, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот. Так что, вот такие вот дела. Проходила. Там сидел малыш. Ой, как он шуганулся. Убежал аж туда. Видимо, обижает. И не знаю, вот эта кошечка. Мама его. Или какая-то другая. Ну, иди сюда. Ты что там так испугался? Малыш. Прыгает, прыгает. Маленький. Тихо, господи. Все они маленькие, хорошие. Так, ну что, получилась пицца. Что-то какой-то маленький пакетик. Сейчас посмотрим. Все ли мне здесь положили или нет. 3,25, 2,25 и 2,75. Так, надо будет посмотреть мне там, где я выписывала. Действительно ли я такие размеры выписывала. Уже так давно было оформлено, был оформлен заказ, что уже я и не помню, что я выписывала, а что нет. Эти спицы 100 сантиметров. Плохо то, что здесь нигде не написано, сколько они сантиметров. Но спицы классные. Так, ну что, пары шла еле живая. Конечно, поверить тяжело тому, кто через это не проходит. Вот я прочитала сообщение одной подписчицы, которая разделяла, ну как, вот, видимо, она прочувствовала именно то, что чувствую я. И она там написала, я иной раз высказать это не могу. А некоторые воспринимают, что я якобы жалуюсь. Я просто констатирую факт, как оно есть на самом деле. Ладно, с меня течет, как с того гуся. Я пришла и еще заказала, как видите, новый арбуз. Он другой. И прям воткнула нож, и он сразу треснул. Смотрите, какая красота. Мелкие семечки. Но я скажу, что он не такой яркий, как тот. Ну, это и другой сорт, скажем так. Вот, какую взять часть? Наверное, нижнюю положу, а верхнюю возьму. Вот эту вот часть. Сейчас поем. Помимо этого, я еще выписала. 25 рублей стоят арбузики. что-то резкости нет. Такую, ой, чуть не уронила. Дынечку еще торпеда она называется. Пахнет вообще. я выбрала, там, в общем, не дают выбор такой, допустим, арбуз пишут 8 килограмм и привозят вот большие такие арбузы и дынка была на 3 тысячи, на 3 и 6. Вот, помимо этого, я же зашла еще в как он называется-то? В овощную лавку, да, или киоск овощной. Купила зеленый лучок. Лучок такой меленький, хороший, прям, что называется. Ну, а укроп не совсем такой, но я сейчас его поставлю в водичку, чтобы немножко он ожил. Хочу окрошку сделать. Пока еще есть возможность, вот такие персы красивые по 60 рублей, там и красные были, но я опять же чуть попозже туда пофарширую, пока есть возможность. По 230 рублей вот такие замечательные, вот такой замечательный чеснок. Я уже его покупала, мне он понравился, поэтому я еще, я его тогда брала по 250, а сейчас он стал подешевле. И вот такие помидоры тоже по 80 рублей. Прямо они небольшие, как бы сливочки, да, но прямо одна в одну в одну. Такие красивые, надеюсь, что будут вкусные. И огурчики, огурчики тоже по 80 рублей. Такие я выбрала на окрошку, что-то мозги совсем не соображают. Ну что, как вам такая красота? Говорят, что аппетит приходит во время еды. У меня он, похоже, пришел. и вот вяжу, не останавливаясь. Каждую свободную минутку. Ну, и я хочу сказать, что немножко прохладнее все-таки стало. На один градус в квартире стало прохладнее и уже чувствуется, что полегче. Вот. И что-то этот вот. Смотрите, сколько у меня серединок навязано. Здесь я пообвязывала все те, что я вчера показывала вам, которые были не обвязаны. Да? Я их абсолютно все обвязала. Кое-какие уже собрала сюда. И следующее мое действие будет вот привязывать вот таким вот образом. Мне, к сожалению, показать вам полностью свою задумку не получится. Но сейчас я вот таким цветом полностью хочу обвязать по периметру. Единственное, что я переживаю, что у меня не хватит вот такой пряжи. Поэтому я сейчас буду вязать вот эти серединки до такой степени, до тех пор, пока у меня не закончится вот такая зеленая пряжа. представляете, я думаю, ну, я же уже давно по интернет-магазинам пряжным не ходила, потому что у меня пряжа есть, остатков много, надо же их все реализовать, ну, оприходовать, да. И что, думаю, зайду-ка я на Валберис и посмотрю, есть ли вот такая пряжа. зашла в свой мастер-класс, посмотрела номер цвета, кстати, есть на моем канале мастер-класс по вязанию детского комбинезона, называется Первая травка. Вот из этой, из этой пряжи я вязала детский комбинезон с капюшончиком, красивый такой кирпичиком, два узора я там использовала мастер-классы на эти узоры, в общем, комбинезон очень симпатичный получился, я постараюсь ставить фотографию этого комбинезончика, может кто-то ищет как раз как идею и вы вдохновитесь и свяжете себе, мастер-класс бесплатный. Так вот, заглянула на Валберис, прошлась по некоторым интернет-магазинам, где у меня скидка была давняя, в связи с тем, видимо, что скаканул доллар, цена за 100 рублей за моточек, и ладно бы это, но такого цвета почему-то нет. Увидела я в одном месте, но там цена вообще чуть ли не 200 рублей за моточек, конечно, я не буду покупать за такую цену, и в общем я приняла решение, что буду вязать сколько хватит, потом все это сложу, посмотрю, если мне не будет хватать, возможно, на углах как-то каким-то образом здесь же, когда вот так и вот так сложится, да, вот здесь место будет свободное, ну одно, здесь нужно будет тоже мотив какой-то вставить, да, ну это я к примеру показываю, я ж могу и вот такой вот вставить, правильно же, такой пряжи у меня достаточно могу, и мне хочется так оттелить полосочкой вот эту серединку, ну в общем сижу, импровизирую, не знаю, что у меня в конечном итоге получится, идеи приходят за идеями, просто я не знаю, и в общем захватил у меня этот пледик, и конечно же я вяжу еще, подвязывая там кое-что, ну это я уже в другом видео вам расскажу и покажу, вот, по поводу спиц, значит это ко мне пришли крайние спицы, больше как бы все, я не собираюсь больше выписывать пока, это вот когда те выписывала, выписала эти, но у разных магазинов, поэтому мне одни пришли быстрее, другие пришли позже, и вот эти спицы на 100 сантиметров, как я уже озвучивала, и я думала, что я почему-то больше выписывала, но на самом деле, как оказалось, в этом магазине всего три размера было, те, которых мне нужно было, можно было бы три с половиной, да, еще бы выписать, и два с половиной, тройку, да, но почему-то этих размеров не было вообще, вот, теперь, теперь у меня есть вот такие спицы, можно сказать, набором, да, и 65, у меня все размеры, очень удобно на них вязать, ну, и для носочков на зиму я подзапаслась, не знаю, я люблю вязать как на четырех спицах, так и на вот таких вот спицах, мне, собственно говоря, особой разницы нет, у меня есть спицы носочные, чулочные их называют, да, книг про деревянные симфонии, да, очень удобно на них вязать носочки, я вижу и как мэджик луп, так и на тех спицах, единственное, что мне не нравится вязать одновременно два носочка, как многие девочки вяжут, ну, мне кажется, что это все-таки сила привычки и можно себя приучить, в общем, посмотрим, еще надо до зимы дожить, вот здесь хорошо получилось, да, чередование, а здесь вот как-то не очень, и дело в том, что я в этом пледе, не пледе, а теперь это скатерть, да, сразу заправляю хвостики, решила заправлять сразу хвостики, и теперь если распустить и по-новой как-то соединить эти мотивчики, видите, здесь симпатично вышло, а здесь вот разноброд, это мне непонятно, как искать эти мотивчики, это же, как говорится, хорошая мысль приходит опосля, и вначале так собирала, потом так, ну, я для домашнего пользования, не на продажу, поэтому мне, как говорится, и такая будет в радость, вот, почему я решила скатерть связать, вот сюда на стол, будет, я думаю, что замечательно, если вот такая оляпистость будет перед глазами, как вы думаете, ну, все, я сейчас хочу пойти, там у меня уже бульончик, наверное, сварился, и хочу супчик рябной приготовить, вчера хотела, сегодня хочу, вчера пирожки хотела, и сегодня уже окрошку хочу, но ничего не делает, друзья, ничего не готовлю, у меня пустой холодильник, не поверите, вот прям чуть ли мышь не повесилась, не из-за того, что у меня продуктов нет, а из-за того, что не готовлю, то обычно у меня там стоит и первое, и второе, и салаты, и все остальное, вы же знаете, что я готовить люблю, и там многие мне говорят о том, что вот, если бы я жила одна, я бы себе не готовила, а я себе готовлю, и получается, что вот сейчас не готовлю, все на подхвате, вот котлетки приготовила, утром позавтракала котлетку, в обед котлетку съела, если вы не верите, что я по одной котлетке съела, то могу вам показать, вот в обед, ну сколько там их осталось, в обед съела одну котлетку, и закусила арбузиком, чем не еда, вкуснятина, на ужин не знаю, может вот это супчик сварю, так что вот такие вот дела, ладно, как всегда в конце видео, желаю всем добра, хорошего настроения, легких петелек, что еще вам пожелать, здоровья, наверное, самое главное, мирного неба над головой, и до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина. Редактор субтитров А.Семкин,